недобрый вечер у меня ребятки всем здравствуйте всем приветики чем меня руки такие грязные не понимаю очень жирные ребята еще раз добрый вечер я немножко расстроена кого можете вы видеть очень грущу сегодня у меня такое стоишь он был что я просто была в шоке до сих пор нахожусь таком стрессе что вам не передать я не знаю что я буду делать дальше саня я поссорилась из-за этого я даже не знаю с чего начать сегодня после курса я решила съездить центр там была скидка на кроссовки я хотела их купить и как-то неожиданно все у меня вот так случилось через одно место не буду выражаться я просто себе спокойно ехал в автобусе никого не трогала сидела в телефоне людей куча голова такая тоже забита после этих курсов думала что как что изучать нам много заданий кстати сейчас выходные пойдут но очень много надо выучить много слов новых много очень заданий будет дальше подробнее может расскажем вам в следующем видео про курсы и как-то вот так я ехала ну не знаю смотрела в окно но я не знала чем мне заняться просто и втыкала то в телефон то окно смотрела и как-то все так неожиданно получилось я этого ребята сама не понимаю я до сих пор шоке я сегодня так на ревелась вы просто видели я щас немножко успокоилась а не суммы конечно за кадром не говорит готовит кушать нам короче ребята у меня украли деньги и я до сих пор шоке я не понимаю как это произошло они вздыхает понятно что не хочет говорить со мной об этом сумма была большая но для меня это нормальная сумма и я до сих пор в шоке вам не передать особием это типа это конкретная сумма да вообще без ответства и давай не будем начинать я уже видео запишу и все короче я ехала в автобусе я не знаю кто за мной следил я вообще не понимаю один раз я открыла сумку сумка у меня через плечо я достала оттуда телефон там у меня расческа помада не знаю ручка что-то еще было и деньги у меня там были и как бы так сначала это стало телефон и открыла сумку потом что-то я смотрю на эту сумку что она открыта и мне вздремилась забрать оттуда во денежку и поставить в карман в куртку в карман именно поставить и у них логично в куртку в которой нет даже молнии застегнуть карман ну я не знаю почему у меня такая мысль пришла и я решила эту денежку достать и поставить в куртку людей было полно я не знаю были мама там была с коляской с ребенком стояла другая мама с коляской бабушки дедушки сидели не было куда развернуться я не знаю как я себе место но я уступала первый раз женщина ко мне подсел я уступила ей и я женщине уступила хотя рядом была возле окна а потом я пересела пересела чтобы она сидела сижу я себе спокойно значит вот сумка у меня открытая и я как-то думаю я увидела свою сумму денег и думаю сейчас поставлю в карман потому что скоро выходить на остановке мне нужно было взять пачку сигарет и и мне надо было уже эту денежку разменять у меня было 100 евро и я не понимаю я потом просто находилась в таком шоке я уже искала нигде не было этих денег потому что уже перед выходом я заметила что их нет я никак не могла их потерять никак но я наблюдала за одним прекрасным человеком но может быть мне показалось но у меня есть подозрение что этот человек потому что он был капшоне такое бомж не бомж не буду там выражаться я не знаю может реально это был вор я стою поднимаю всех ну как моем окружении там женщина которая была и начинаю вот это копаться натушиться в куртке мне куртка теплая начинаю везде искать под креслом подо всем что случилось пропало вот до семнадцатого марта сегодня шестнадцатого может пережать будет нормально и не думаешь надеюсь лука побольше все еще какой-то вообще неудачный день ребята не знаю какая-то черная полоса неделя заканчивается на курсах немножко стресс у меня тоже было это дальше вам расскажу но она может вы моего хорошенько еще в воде пускай воде замочи воде в воде в воду ходить воду замочи на нервах это значит понятно кто знал что она именно если еще два дня ему мужик ему куриц этой же короче не отбивает до холодной воде просто может соль чуть-чуть я не знаю посмотреть треки дальше воде надо вымачивать короче все в панике вот такая ситуация и я же не договорила начинаю я натушиться искать под креслом везде смотрю но нету на них но никак невозможно стол этот стул кресло не знаю как это объяснить и начинаю везде искать смотрю но не могу быть так быстро что где не там я не знаю просто вот так еще и все жарю был человек рядом стояла все вот так стояли друг друга я не знаю кто-то ко мне кстати рюкзак чувствуешь кто-то притуляется ко мне тут человек вышел потом я заметила очень подозрительного типа не знал вот я думаю что скорее всего это было он и ну никто не мог потому что мне жарю мамы стояли с детьми и бабушки сидели и вот один мужчина был и второй вот этот в капюшоне и я так предполагаю что это скорее всего он потому что он что-то резко после того как у меня деньги исчезли я заметила тоже что он вышел с автобусом момента чеснока нет чеснок есть он тут был даже вот тут где-то солнечное масло было уксус тут рядом стоял и я вот думаю как это возможно вот просто в общественном месте вот так взять и украсть день у меня в голове не вкладывается и я как бы вот что-то до этого так думала что в германии не знаю не знал мне что-то казалось что наоборот а тут походу распространено воровство мы еще когда и жили полицейском кстати участке у нас везде в полицейском участке и банки взорвали день и крали постоянно кстати каждую ну не каждую ночь ну через каждый месяц какой-то там помню где недели это был четверг где-то два дня не вру три часа ночи взорвали банк 1 шпаркасу и 2 как назывались вольсбанк да вот два банка взорвали не знаю нашли тех людей или нет и же говорю в нашем полицейском участке было когда-то объявление очень много объявлением там на переводили помнишь его расшукается такие как такие-то человек там забывали то-то-то короче по ходу теперь я начинаю в это все верить после этой ситуации у меня просто сейчас без пор паника тем более кто живет понимает это очень большая сумма прилично и я надеюсь что этому человеку все-таки вернется он поймет что я думаю он думает сейчас я думаю там думает он уже потратил я не знаю может даже она может и где-то уронила нет это никак невозможно потому что я же повторяю ребята у меня была сумка открытая мне что-то взгляд вот как специально вот как должно быть вот что-то не то мне взгляд показалось что надо взять и день студии эти деньги и покласть их в этот карман и я уже везде посмотрела ну даже если они выпали ну ну типа если по не выпали то я бы заметила ты сразу забрала это было бы понятно и так все сидели а те кто там стоял я не мало разрушился потому что жарю людей полно было и по-любому кто-то их забрал у меня карман у меня легко и я может даже бы не почувствовал как бы кто-то в карман залез и все и я до сих пор не понимаю как мне с этим быть что думать и теперь я понимаю шоу надо сумку мне конкретно покупать кошельки и так дальше документы все нужно аккуратно с этим много ситуации теперь я читаю в фейсбук ютубе смотрю в германии это все таки распространено очень много таких раз видео такие дела ребята кручу немножко не знаю я не знаю буду я день рождения даже включать так да они скоро день рождения ребята у нас я думаю что что мы будем отмечать как бы как бы сумно не было бы что у нас рощи пропали не пропали а у меня вкрали я я не знаю я не знаю что даже сказать я хочу плакать просто ребята раз будьте аккуратны со своими вещами какой-то не день я не знаю вроде думаю все скоро пятница отдых немножко чуть-чуть уже знаете вы когда курсы не чуть-чуть не понимаем хочется как-то отдохнуть потом нам чуть-чуть хочется отдохнуть потом взяться силы начать делать все курсы более подробно в самому сесть перевести эти слова более дополнительно изучать это все как-то настраиваешься на выходной день а вот тебе четверг и ты думаешь а за что это тебе просто за что надо за то что надо быть внимательной на 100 вот за что это да и я не понимаю и мне вот интересно вот ребята которые у нас на канале в ютубе смотрят пишут комментарии ребята я очень сильно хочу услышать от вас может вы знаете были у вас такие случаи или нет вот у меня просто стресс они я не знаю как как мне это все отвести от тебя я сейчас немножко уже успокоилась но душе такая паника вы просто не представляете уже паникова я не могу об этом успокоиться просто напишите был у вас такой случай ли у знакомых и вообще знаете ли вы что я вот не сегодня смотрела что здесь все таки да распространено такие случаи да и деньги крадут и кошельки и телефоны и что угодно а я почему-то когда мы приехали у меня что-то под было мнение нет и приличные люди вылетают оказывается что они все так было а даже ребята если так посудить но я знаю что эти деньги никак не могли у меня упасть кармана не как это по-любому кто-то у меня их украл потому что а даже из я же говорю даже если по них упали то логично что через минуты или две когда я уже посмотрела вокруг себя смотрю а их нет логично что так что так и украли ситуация такая у нас ребята я немножко расстроена так ребята сейчас мы переключимся я вам покажу что у нас сегодня будет на ужин сегодня аня готовит нам что можете это понаблюдать записать рецепт сейчас мы вам все это покажем вот ребятки мы уже обжарили грибочки такими не особо большими кусками не особо маленькими просто не средний у нас тоже лежали очень давно они были ничего сейчас пережарится все грибочки обжарили вот такого золотистого цвета можно чуть даже вот по не обжарила потому что грибочки ну еще больше чуть-чуть поджарить потому что грибы у нас немножко пропали не про у нас нас я вообще считаю что грибы всегда нужно поджаривать побольше ты имеешь ввиду ты хочешь сказать что люди должны типа жарить еще больше мне мне кажется да по виду не ну либо всегда нужно обжаривать дольше что я мало пожарил нету нормально жарю то как ты жаришь сказала больше чем я зачем ты сейчас сбиваешься я не сказала больше не сказала как ты больше чем аня ребята сейчас мы обжариваем грибочки вот добавляем мясо когда все обжарится аня покажет дальше уже до включимся покажем дальше что мы будем добавлять вот ребята вот такой вот сливочный соус получился сливки вот такие вот мы взяли вместе писать равно 7 процентные это единственные сливки которые мы нашли потом сырок вот такой вот гауда я один желток добавила потому что у нас есть нет вообще можно добавить не можно нужно 2 добавить именно желтка перемешиваем сливки сыр желток соль первенцы чем дальше это она и чесночок я ну это я добавила когда жарила курица с рыбами представьте пропавшая курица хотя вот дата до есть 18 еще сегодня 16 в принципе один день очень вкусно пахнет и выглядит вообще замечательно красиво будет на свою тюжу салатик еще сделаем так ребята давайте включим все ребятки такая вот классная паста получилось очень вкусная готовьте это реально очень вкусно аромат нереальный такой вот салатик руккола помидорчик и в принципе все всем кто кушает приятного аппетита будем заканчивать это видео мост что-то скажет что наши дорогие ты уже веселая ладно все ребятки давайте всем хорошего настроения подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч пока